Терем-квартета 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 Очень часто мы слышим о том, что терем-квартет – это неповторимый стиль. Наверное, стиль чаще всего в большинстве случаев не находится сразу. Нужно как-то пройти по этой дороге, оглядеться и понять, что вот так должно быть, мы правильно идем. В вашем случае, как это произошло? Сразу ли в Ленинградской консерватории вы поняли, что именно так будете существовать? Терем-квартета – это исключение. Вечное исключение. Почему? Потому что мы родились сразу какими-то необычными. И к тому предшествовали всякие события. Мы были в армии. Мы в молодости сразу набрались опыта. Опыта игры без нот. Опыта игры с музыкантами, которые нот не знают. И поэтому мы стали мыслить там… А, и в Германии еще. Там нужно было нравиться обязательно, сразу. И реакция последовала сразу. Это не то, что у нас сидят профессора и думают, как оценить. А там чувствовали искренность. И отсюда мы сразу стали работать с образами. То есть мы строили себе картинки. И так, как мы называем, звукописали их. Ну, хорошие слова. Да. И, в общем-то, мы такие живые звукописцы. Потому что в каждой вещи, в каждом произведении мы их видим. И мало того, мы потом поняли, что их надо не только рисовать, но и делать в движении. Потому что музыка во времени. И вот чтобы все эти образы, все эти темы развивались, конфликтовали и имели свой драматический сюжет. И поэтому стиль родился сразу. Имя ему не нашлось. После пяти лет Питер Гэбриэл сказал, что это теремизм. Теремизм. Да. Потому что что-то надо было сказать. А вот уже не так давно, не знаю, лет десять, как появилось слово кроссовер. Кроссовер. Пересечение. Пересечение, да. Вот такое вот. Оно до сих пор непонятное. Оно до сих пор пахнет автомобильной темой. Вот. И приходится рассказывать. Несмотря на то, что уже шесть, уже семь лет назад мы организовали первый в мире турнир. Кроссовер, да, да, да. Кроссовер. И еще там шли, да и до сих пор идут определения, что же такое кроссовер в музыке. Понятно, что есть классический кроссовер, есть премии, грэмми, там, допустим, да. Но все-таки как определять, что это такое? Вот в нашем представлении кроссовер это такое, это дорожки между магистральными путями. Вот есть магистральные пути, есть классика, есть джаз, есть эстрада, есть фольклор. А кроссовер это тогда, когда ты ходишь нехоженными тропами, но между известных дорог. И объединяешь это для того, чтобы нарисовать картину. Вот. И потом есть обязательные такие критерии у кроссовера, которые мы уже, мы же так тоже их устанавливаем, собственно. Чтобы обязательно была картинность, обязательно был сюжет, о чем это пойдет речь. Потому что просто так соединять, это получается компот какой-то, папури. Ой, слушайте, вы так хорошо рассказали, я даже сразу представил себе картину вот с этими тропками. Это такие, то есть получается, вот мне надо сказать, это такие пешеходы, которые переходят дорогу в неположенном месте, но при этом так, что все участники движения радуются, и никто не подвергается особой опасности. Без риска для жизни своих и других, это замечательно. Это зависит от вкуса музыкантов, безусловно, потому что от кого-то и не радуешься. Потому что тогда, когда ты видишь конструкторство, тогда это не радует. Радует тогда, когда это идет на вдохновение, на вдохновение, обязательно. А вот инструменты, я вот не помню, с органом выступали? Выступали. Вот это тоже, кстати, одна из черт Терен-Квартета, что мы любим заходить на чужие территории, открывать пространство новое. То есть, собственно, это и есть кроссовер, когда без границ, когда какие-то установленные рамки, ну, они должны нарушаться во имя художественного смысла. Но вот музыкальные жары уже, понятно, они действительно могут быть безграничными, но даже эта безграничность вам мала. Поэтому сейчас вы уже подключаете художников. Мы много говорим о картинности, в хорошем смысле этого слова. Что у вас за проект, который может быть закончится в Эрмитаже? Это вы затронули чудесную тему, потому что мы и живем сейчас в последнее время, и сейчас, собственно, работа над ним в самом разгаре, потому что скоро уже будем подводить первые итоги и выбирать картины. Это, да, вот эти вот хождения на неизвестные территории. Ну, как, мы любим живопись, мы всегда любили, да, в разном виде, но наполненную тоже смыслами, наполненную красками. А здесь попытка объединить музыку и живопись. Наверное, еще не делали, чтобы на музыку писали живопись. Потому что сейчас в основе что? Лежат картины, и, может быть, под них музычку подобрать. Нет, здесь лежат в основе... Ну, есть великие примеры, там, мы можем вспомнить Берклина, да, и Рахманинова. Сергея Васильевича впечатлила известная картина этого художника, и мы получили симфоническую поэму. Так же, как и Скрябин. Много кто здесь работал, и много кто из гениев чувствовал вот эту вот взаимосвязь искусств. И поэтому очень интересно... Ведь, опять же, что такое терия? Интересно пойти в обратную, как бы в другую сторону. Терем – это всегда вовлечение кого-то еще. Потому что кто в теремочке живет? Такой-такой, заходи. То есть здесь вот привлечение к творческому процессу художников. Художники – народ особый. Художники как подключаются? Они могут или должны вдохновиться, слушая музыку в исполнении терем-квартета? Да, определенную музыку, которую мы написали для проекта «Русские картины». И вот они пишут под эту музыку, и дальше что они делают? Во-первых, они не просто пишут. У нас есть такой синопсис на каждую вещь. Это то, что мы видим. Они могут увидеть и свое, но суть всегда должна совпадать. Художник проникается музыкой и рождает образы свои, и воплощает их на бумаге. Дальше будет как раз самый интересный этап, когда картины будут преображаться на сцене. То есть будет живой концерт, когда мы будем играть, а эти картины будут оживать. И к этому мы привлекаем специалистов, которые умеют работать с изображениями, где что-то будет двигаться. Это зависит тоже от характера произведения. Но мы будем погружаться в картину во время концерта. То есть тут еще и высокие технологии. Это высокие технологии, да. И мало того, помимо того, что можно будет делать такие концерты, они могут проходить уже тоже в других пространствах. Не только в концертных залах, но и в выставочных залах или специальных залах. Там, где есть возможность... Ну, допустим, мы играем концерт, и на каждую картину существует огромный стенд. Мы уже договорились с центральным манежем, что такая выставка возможна, и мы, скорее всего, ее там сделаем. Финал, когда уже будет ясно количество картин и будет отбор самых интересных, то тогда на каждую картину будет целый стенд. Вернее, на каждую пьесу будет целый стенд, где будет много картин. Ну, в этом много замечательного, кроме одного, что завтра на концерте в Московском Доме Музыки мы еще не успеем увидеть хотя бы маленькие созревшие плоды вот этой вот идеи. Пока рановато, да? Пока рановато, да, не надо забегать вперед, потому что это как раз, ну, это предстоит самая интересная часть. Потому что картины собраны частично, но еще предстоит вот эта вот творческая работа режиссера, да, и человека, который с возможностями техническими, как это воплотится? Ну, мы уже достаточно потомили вот эту очаровательную нашу пока еще молчаливую собеседницу. Домра малая, в терем-квартете есть еще Домра-Альт, насколько я понимаю, конечно, Баян, конечно, и контрабас, балалайка-контрабас, да? Да, Домра-инструмент интересный, могу все-таки два слова сказать. Про него многие не знают, да, и когда говорят про русский инструмент, вспоминают чаще балалайку. Но Домра-инструмент своими корнями, идущий в древность, и он существовал намного раньше. На Домре играли всегда профессионалы, скоморохи, и все княжеские ансамбли. Домра отличается от балалайки тем, что у нее три разных струны, и она наиболее универсальный инструмент. Конечно, свой вид она приобрела в конце 19 века, благодаря Василию Васильевичу Андрееву, но то, что на ней можно играть совершенно разными способами, да, и как на гитаре, переборами всякими, потом на ней можно играть, как на банджо, да, там, ну, если взять медиатор, там. Да, потом можно играть на таких, другими тембрами, например, я не знаю. То есть, или как мандолина. Вот с таким разливом, да. То есть, по возможностям... Нет, понятно, что есть исполнители, как Архиповский, которые показывают балалайку с великолепной стороны. Но пользуются там электрическими сетями. У него же... Да, мы пока не пользуемся, мы не пользуемся. Мы стараемся выжить из того, что есть. У нас были попытки привлекать самим другие инструменты, но мы поняли, что инструменты довольно безграничны. И каждый... Вот в таком качестве, да, они сами... Да, да, да. Особенно, когда есть малые и альтовые, то получается такая полная, как гитара, да, но у каждых трёх струн есть ещё четыре пальца, как минимум, а то и пять. Есть ли люди, которые когда-либо выступали с критическими упрёками, что вот как же так? Вот есть бессмертное произведение Джорджа Гершвина, «Summertime». Как можно было покуситься на святое и сделать что-то, что называется «wintertime»? Опять же, если посмотреть на репертуар Терен-Квардета, мы везде увидим вот такие вот вольности, да, их можно назвать вольностями. Но ведь это вот тоже одно из характеристик кроссовера, теперь уже так называемого, что если ты с любовью, то ты всё можешь изменять. И я думаю, что ни один автор, ни Гершвин, ни Чайковский, ни Рахманов, они бы не расстроились, только бы обрадовались. Потому что раз их творчество создаёт какие-то ещё ассоциации, даёт ещё фантазии, да, жизнь, то тогда эти произведения живут и живут в разных интерпретациях. Народные инструменты дают нам такую иронию, дают возможность отстранения, тут же посмеяться над собой, ещё над кем-то, но это главное, что происходит с любовью. Концерт собирает ваших друзей. Конечно, всех собрать невозможно, я имею в виду из исполнителей, потому что за 30 лет, ну сколько концертов? Ну, всяко больше, наверное, двух-трёх тысяч, да? Трёх больше, больше трёх тысяч. Если вспомнить разные залы, наверное, совсем маленькие аудитории в каких-нибудь консерваториях, и заканчивая Евровидением, в каком это было году? В 2009 году. В 2009 году Евровидение, то, в общем, аудитория, да, разная. В этом году, вот хочется сказать, что то, что у нас союз с Новой Россией, с оркестром Юрия Башмета, это замечательно. Дирижировать будет Фабио Мастраншело, потому что мы давно... У нас оркестровая программа развивается уже 11-й год, и она накоплена репертуаром на три отделения с симфоническими оркестрами. Соединение наших инструментов с симфоническими даёт такое расширенное какое-то представление. Можно рисовать большие картины. В искусстве, когда достигается свой путь, это означает, что тебя не надо сравнивать. Это ты живёшь вне конкуренции. Ну, только и это интересно, потому что копий может быть много, но это домашняя радость. Это домашняя радость. Спасибо вам большое. С юбилеем. Спасибо. 30 лет. Ну, это, в общем, несерьёзная ещё цифра. Всё впереди. Зрелость только начинается. Спасибо. Спасибо. Андрей Константинов, Терем-квартет. Низкий поклон. Обязательно увидимся. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова